лично пришли подам и вот наш блендер да вот и поехали так тихо все теперь слушаем у нас есть панельки изначально вы будете видеть вот такой интерфейс а только у вас тут будет кубик еще вот так у вас да вот а а и еще наверное тема у вас будет не наверное по любому будет тема другая ну я в этой работы вы потом выберете себе также у нас есть две панельки вот видите вот эти плюсики это панельки если нажать на плюсик они выскакивают панельки да это панелька инструментов вот это у нас панелька как бы вида а вот еще вот это вернее панель свойств вот эта панель инструментов до панелька видов ну это не суть важно главное вам запомнить день как бы находятся далее очень важные такие моменты по настройке блендер блендер так он как бы плоский редактор без всплывающих окон и и сделан он как бы модулями так сказать да вот есть у нас видите вот этот называется таймлайн панелька анимации вот и это вот модуль я могу так перетянуть видите и в ней вот в каждом модуле это как бы сетка которую мы можем изменять куда-то перетягивать в каждой модуле есть пиктограммка что в этом модуле показывать эти могу например тут поставить 3d вид тут и наоборот таймлайн поставить тут какой-то редактор изображений все пропало все стало по-другому да вы по первой будете это накладывать и не знать как от этого избавиться вы будете брать тогда файл и делать не просто до перезаписали у вас новый запишется дальше еще в каждом окошке видите есть треугольнички их по два штуки тут вот с помощью этих треугольничек вы можете делить эти окна и настраивать ваш интерфейс как вам захочется да и в каждом открывать будет ну как бы будет свой вид даже вы можете если зажмете shift и потащите за треугольничек вы откроете вообще в новом окне и это удобно если у вас несколько мониторов до места в 3d пространстве он всегда будет не хватать вот поэтому вот так в блендере очень важно в какой момент нажатия горячей клавиш где находится ваш курсор вот это очень важно да например если я наведу вот сюда курсор и нажму shift и пробел это окно станет на весь экран если вот сюда на виду то это окно да так же я могу сюда навести сделать панельку инструментов на весь экран помо 5 shift так нажимая они уходят если вы так поехали дальше когда наплодили окон да вы можете вот смотрите если вы тянете за треугольничек сюда да вы создаете окно если схватите за него и в другую сторону видите появляется стрелка и вы сжираете окно видите там не знаю попробуй поэкспериментируй если тебе это интересно никто тебе не запрещает этого сделать так дальше вот это у нас называется до viewport а во viewport и мы видим нашу сцену изначально сцена состоит из кубика лампочки и камеры все это хорошо и удобно показано у нас такой штуки outliner называется да вот тут наша как бы менеджер нашей сцены видите главный файлик называется вот как бы каталог сцена в нем есть мир слои рендера камера куб и лампочка да то есть вот тут вы можете эти элементы выбирать также любой элемент вы можете там дважды клацнули переименовали и вам потом нужно и нужно будет называть ваши обязательно кубики пошел у нас тут очень много чего будет сделано из кубиков и когда они будут все называться там бокс бокс 001 и вы вообще в итоге не разберетесь кто есть кто вот так же в аутлайнере вы можете скрывать объекты да вот я нажимаю глазик он исчез но исчез он у нас просто из viewport а на рендере будет рендер это как бы процесс визуализации просчета того что мы тут натворили вы тут будете как боги у вас это свой мирок и вы будете творить туда дворцы и вот вы можете скрыть из вида viewport а можете скрывать и из рендер вот а еще можете просто объект заморозить его нельзя будет выделить кстати о выделении выделение в блендере осуществляется правой кнопкой мыши они левой как вы привыкли вот а левой кнопкой мыши вы будете перемещать 3d курсор 3d курсор такая вообще очень четкая штучка вот но для начала она у нас будет только для того чтобы там где находится 3d курсор там будут рождаться новые объекты на которые мы будем добавлять объект вот он и это именно объект а внутри объекта лежит полигональная сетка в форме куба и у этих объектов которые вы создаете я сейчас создам например несколько где-то мартышка сюзанна да это фишка блендера у макса там чайник есть тут вот сюзанна бачка ее так и зовут вот и это тоже объекты каждый объект это у нас 3d пространство до 3d 3dimensions 3 измерения у нас и у каждой есть координаты координаты будут видны например вот в меню view кстати вот эти вот менюшки я вам сейчас пока включу отображение клавиш которые я нажимаю эту менюшку удобнее вызывать клавишей n видите нажал нажал она спряталась показалось а вот эту менюшку туши клавишей т вот и я ее показал спрятал и вот у нас есть система такая глобальная система координат и . у нас вот в пересечении вот где наша сетка его тут у нас нолик да где сейчас стоит этот кубик вот тут у нас 0 есть еще одна ось этот видите вот так вот так вот вашего тут кстати вам поначалу будет подсказочка в какую сторону какие оси расположены вот и это глобальная система координат и у каждого объекта мы можем отображать или глобальные координаты или то есть в мире как будто мы вот мы что же живем в мире в глобальном где есть север юг восток запада а у вас мы же не ходим только на юг у нас есть своя еще система координат мы можем повернуться и у нас лицо остается как бы лицом данные смотрят постоянно на север то есть мы меняемся это локальные координаты вот то есть если я возьму например проверну вот этот убит видите у него сейчас показываются глобальные потому что вот здесь у нас внизу в панельке выбрано отображение глобальных координат если я переключу в локальные видите то есть у него существуют и свои координаты но пока не об этом вот я сказал о глобальной системе то есть там курсор мы где-то делаем они где-то у нас эти элементы рождаются но в любой момент мы эти все как бы элементы можем сбросить видите в нолик это нолик и это иногда ну не иногда это практически всегда будет полезно когда вы будете начинать делать строить модели она будет состоять из разных например объектов вот и вам их нужно будет позиционировать тот лучше всего делать это в начале координат так то есть тут можно посмотреть вот да в этой панелька transform у нас есть ось x там y и z можно пошевелить тут да то же самое мы можем масштабировать объекты в 3d пространстве вращать эти объекты ну и перемещать и можно это делать например с этого меню также у каждого объекта есть меню настроек вот объекты где тоже есть трансформации его все тоже можно увидеть вот здесь вот где-то еще по моему это можно было видеть ну да ладно так теперь в общем это рассмотрели 3d курсор до 3d курсор вот я еще о чем они давайте раз я уже сказала этих окнах вот как тут все это дело шевелить во первых к левой кнопкой клацнули у нас появился тут курсор можно нажать нолик энтер да у нас значение поменялось теперь например левой кнопкой беру зажимаю и шевелю туда-сюда могу менять вот так вот значение здесь и при этом если я сейчас зажму control у меня видите начинают работать привязки к сетке а если я зажму shift это как бы будет я мышка уже сильно шевелю а наш объект перемещается медленно то есть точные значения какие-то в вашу поняли еще вы этим можете управлять нажимая на эти треугольнички до понимаете вот еще вы можете зажать control и крутить колесико мыши видите и вы тоже этот объект перемещаете еще эти окна ну эти поля ввода в блендере очень крутые вы можете зажать левую кнопку мыши и протянуть например вот так 3 сразу нажать там нолик enter она изменилась во всех трех полях еще что да тут прикольно иногда и очень часто приходится вычислять какие-то значения например надо там передвинуть на 10 минус 5 и деленное на 2 на вот такое расстояние вы прям тут это пишите нажимаете enter он все это вычисли да то есть каждое поле здесь как калькулятор то есть не стесняемся вводим и будет все хорошо вот так это запомнили да теперь наша наша сегодняшняя вообще задача это как-то посоздавать какие-то объектики и что-нибудь с них сотворить и ваша будет главная задача вот вы сделаете табуретку вот суперсложный объект фух так смотрите удалять объекты в блендере можно клавишей x это удобнее чем руку перемещать на клавишу дел это x нажали она удалилась но можно и удалять клавишей дел это то же самое до происходит по удалял объекты вот я хочу чтоб опять был рожден у меня объект в центре сцены да а то есть мне нужно установить сюда курсоры как вы понимаете 30 это не очень удобно поэтому есть также вот тут меню управление 3d курсора можно сбросить его позицию так но опять же это удобнее делать не лезть сюда в меню а нажать клавиши shift си и ваш курсор сюда переместиться объекты можно добавлять также из трех мест первое это вот панелька тулс и видите креет бачка вот вы в нее переходите и у нас есть нас интересовать будет пока что группа мэш там есть play кубик кольцо и вы их себе подостаёте и познакомитесь с ними скажите им здрасьте вот да то есть мы их добавляем 2 вот отсюда меню это вот то же самое у нас есть группа мэш мы с нее можем что-то добавлять у меня тут намного больше объектов я чуть повключал аддонов у вас их будет меньше новая вам их хватит пока что и самый удобный способ это нажать нажать shift и да и у вас вылазит менюшка это рядом с курсором этим вы будете пользоваться вот так опять удаляем все пока что нам ничего не нужно а давайте сразу наверное сделаем пару таких моментов о выделении как же выделять да эти объекты вот он мой кубик я вот например их пока что покопировать несколько штук сделал этих кубиков выделяем правой кнопкой мыши видите я создаю ну то есть выделяя если я зажимаю клавишу в контру ой shift то я могу выделить несколько объекта видите и еще обратите внимание что из подсветка у последнего выделенная будет отличаться от остальных и вот это окна и называется активный элемент и в блендере это тоже важно и тоже покажу почему вот так же можно выделять лассо если вы будете удерживать клавишу control и левую кнопку мыши видите лассо появилась также теперь есть еще одна клавиша эти вы нажимаете вы снимаете выделение если кто-то был выделен выделение видите снимается если еще раз нажмете выделиться все вот и выделяется у нас кстати вот видите лампочка и камера нам этого например не нужно да поэтому они в принципе мешают и при моделировании вот это у нас называется панелька слоев да мы можем слои менять быстренько переключаться и это можно делать горячими клавишами циферками над буковками да то есть я нажимаю единичку двойку видите я переключаюсь вот почти переключаясь по слоям если мне нужен второй ряд я нажимаю alt по моему да и вот и по второму ряду также цифрами переключаюсь если я нажму тильду я покажу все слои видите тильду это надо с кейпом клавиша перед единичкой воду да нажимаю также слои вот смотрите вот например я перенесу сейчас выделю вот эти вот кубики перенесу на второй слой как перенести это у нас есть также всплывающая такое менюшка м когда нажимаем видите муфту лэй перенести я просто мышкой выбираю на какой слой и вот тут мы уже видим он подсвечивает вот этими точками что на этих двух слоях есть объекты да и например если я хочу показать два слоя я shift зажимаю вот и они у меня тут показываются два вот этих вот элементов так теперь пойдем дальше да я перейду сейчас на второй слой чтобы мне не мешали камера и лампочка камеру нельзя удалять в принципе можно да на время но если вы захотите отрендерить как и в жизни без камеры вы ничего не отрендерите кстати да перемещаем сцену вращаем зажимаю колесико мыши shift и зажать колесико мыши я сцену двигаю да также вы можете зажать control и колесико крутите вы будете перемещать его вертикально как бы шифт и колесико мыши топ ой вернее горизонтально и вертикально да можно делать так если зажать control и левую кнопку мыши и вот так вот ой нет не control сейчас а control и правую кнопку блин control и колесико мыши control и колесико мыши я могу приближать и отдалять да ну это точнее потому что когда вы просто колесико мыши у вас как бы идут градации при приближении а так control и колесико зажали да мы можем плавно это дело регулировать вот далее еще раз выделение опять да мы от этого ушли снял выделение на же зажимаю control и левую кнопку мыши выделение лассо теперь зажимаю control и shift и левую кнопку мыши я могу снимать выделение это тоже самое выделение лассо но видите уже снимает выделение потом дальше си когда я нажал клавишу си один раз ничего не зажимаем да я перехожу в режим выделения кистью кисть можно колесиком мыши менять ее размеры дает выделяю если я хочу снимать выделение я в этот момент удерживаю клавишу shift видите снимает выделение правой кнопочкой мыши нажимаю и выхожу из режима выделения кистью и теперь нажимаю b и вхожу в режим выделения рамкой короче да и вот тоже рамка я выделил да могу и нажать b и если теперь буду shift до держать буду снимать выделение поняли b это выделение рамкой теперь поехали дальше позиционирование сейчас вы мне напоминайте дату и так быстро я сам сразу же забываю все сейчас будет позиционирование элементов а потом виды и настройка пойдем user preference много настроен там да то что вам нужно будет я советую тебе телефончик спрятать наушники выключить вот потому что если меня за это дело оштрафуют то я вообще с вас не слезу а если будет теперь играться то меня по камерам вычислят и нахажут да поэтому я вас прошу потерпите так теперь вот что я говорю да что мы сейчас должны позиционировать позиционировать точно самая такая вещь это мы должны двигать эти объекты в 3d пространстве как вы сейчас видите у нас есть манипуляторы да какая замечательная штучка вот они называются манипулятором вот мы можем хвататься просто за ось смотрите там x могу за z схватиться и за игрек и соответственно по этим осям перемещаем если я схвачу сейчас в центре от видите этого кружочка хватаю я сейчас перемещаю объект в плоскости как бы экрана в плоскости вида поняли вот левую левую я нажимаю я нажимаю сейчас левую и хватаю перемещается так также если я сейчас схвачу например за ось z и буду удерживать клавишу шифт ой вернее перед тем как схвачусь удержу шифт и схвачу за ось видите это ось исключилась я теперь объект могу в плоскости видите перемещать о это трудно конечно будет все запомнить сразу поэтому я вам это видео записываю вы его иногда прослушали проделывали все эти команды дальше это что касается управления курсора также в то есть манипуляторы также вы помните об этих штуках правильно для точного позиционера но когда вы чуть-чуть въедете в блендер вы перестанете пользоваться и вот этим и вот этим потому что это забирает у вас время просто намного проще да например нажать г потом x и например на 2 единицы enter да я точно его переместил вот и то есть для того чтобы объект двигать достаточно один раз нажимаем клавишу g до чека г пусть г называется и у нас объект залипает курсору видите вот и я могу или применить при перемещении тогда я клацу левую кнопку мыши или могу нажать г а потом передумать и тогда я клацу правую кнопку мыши и то есть отменяю свое перемещение г это град вот в принципе можно было сделать и кому до клавиши но это было вроде бы сделано с точки зрения что это удобнее она ближе к тем клавишам которые мы часто нажимать нажимаем в блендере вообще все клавиши очень чудесно назначены горячие вот если вы пользовались максом вы бы поняли всю эту все эти пушки в общем так теперь то есть но это еще не все так как же я переместила например перемещаем в блендере вообще уже начинают типа стишков писать из горячих клавиш а в итоге когда вы их про начинаете нажимать вы делаете объект не используя мыши ничего тупо нажимая кнопочки вот у вас растут домики и тому подобное так смотрим нажимая г от слова граб да я могу нажать и я сразу двигаюсь в плоскости экрана если я затем следующей клавишей нажму какую-то ось а ось у нас есть z x y z например да я по z могу по иксу передумать могу по игреку например сделать а могу сделать в плоскости то есть исключить ось как я говорил исключать вот shift да вот например shift и z и видите я уже в плоскости вот перемещаю этот объект еще один вот такой сделают момент вот проверну немножко я же вам сказал что есть глобальная есть локальные оси и вот нажимаю g а теперь нажимаем x и он включает не глобальные оси а если я повторно нажму x я включу локальные оси объекта ведь его уже идти по ним и это тоже круто да вы это ну я вам просто хочу записать всю эту я из для чего и за да слушали засыпали с этой информации просыпались и у вас все получится вот так но это же еще не все в клавишах да то есть смотрите нажимаю g нажимаю x например и дальше я могу на цифровой клавиатуре указать насколько например напишу 5 и классу enter то есть я сейчас переместил по оси x объект на 5 единиц сейчас просто единиц каких-то там относительных единиц блендера вот если вдруг я захотел чтобы мой объект появился там где он родился то есть сбросить все перемещения я нажимаю alt и g и видите он появился в начале координат да то есть ну а я могу еще объекту сказать я могу применить его перемещения когда я его в глобальной системе куда-то переместил и хочу чтобы он и а вот я вспомнил сейчас что я забыл да вот я его переместил и например есть также меню перемещений применения не перемещения применения операций нажимаю control и видите меню apply и переменю location ведь у него его вот это желтенькая . это как бы центр его массы центр вращения она появилась в начале координат и вы можете убедиться что видите по перемещению он теперь 0 0 0 стоит то есть я применил его перемещение относительно глобальной системы вот это измерение и соответственно альт г уже работать не будет да потому что он уже тут я ему сказал быть так и если вы переключите в его локальные оси то они локальные так и остаются все хорошо нормально да только это применили вот а почему нет локальные все нормально смотрите локальные если я его применю теперь вращение rotation то и перейдя в local видите оси так и остались никуда не то есть я это это по применял теперь еще один такой момент который хотел сказать он теска это объекты да и вот это тот объект по сути ничем не отличается от вот этой вот мартышки просто сейчас именем и центральной точкой пиво вот это будем вот так еще на взрывать в любой момент кубик может стать сюзанной до диету сюзанна по бачте а сюзанна может в любой момент стать кубиком просто это объект такой себе контейнер sky с координатами а в контейнере лежит уже полигональная сетка да я вам сейчас покажу есть object mode есть edit mode и в edit mode я могу эту создавать полигональную сетку просто есть объекты их еще называют примитивы по у них есть как ну просто удобно тогда сразу начать делать например крышку стола с чего вы будете и начать не с точки же ее начинать лучше взять этот бокс там сплюснуть вот так и по какой-то оси раздвинуть да вот у вас там столешница по идее образом я вам сейчас расскажу мы сейчас гора то есть вы поняли контейнеры да относитесь к нему как контейнер а внутри лежит сетка это делать что как сумка сумка у вас контейнер а в сумку вы можете положить телефон губную мушку да и чтобы отредактировать перенестить или взять вашу там телефон или губнушку вам нужно зайти в контейнер то есть вашу сумочку поняли вот и тут чтобы я смог вот например править внутри сетку допустим вот это ваш телефон и добавим еще губную помаду вот она губная помада ваша а все это сумка даю тут можно и назвать сумкой уже они всю за мной и смотрите когда я хватаю сумку я хватаю реально все содержимое этой сумки поняли а когда я захожу в сумку то есть перехожу в edit mode я могу любой этот объект туда навести порядке в этой сумке например удалить кое-что да не надо мне больше губнушка и вот так вот это происходит фух понимаем чуть-чуть хоть да это контейнеры дальше у нас есть самые основные операции это перемещение потом идет вращение до вращение это у нас горячая клавиша r почти нажал вот и вращаю опять же относительно экрана если мне надо выбрать какую-то ось например z видите относительно оси z там x а ну как надо так и вращать опять же удобно нажали rz45 все я повернул мои боксы на 45 градусов по оси z это вообще круто вот и есть еще такая штука масштабирование да как я сделал стол я нажал с с кейла слова скейл до вращать ротейт вот и я видите по всем осям масштабирую а дальше я могу нажать z да и масштабировать только по оси z а дальше могу нажать с и shift z да и то есть я не трогалась z я в плоскости по двум осям например с масштабировал да и получил вот такую фигуру могу нажать там s y и сплюснуть ее по одной оси ну могу много что делать и могу нажать теперь alt s и все это сбросилось как вы видите да то есть все мои перемещения вот пока я их не применил я их всегда в любой момент могу сбросить вот то есть поняли и также вот например есть и локальные вот если я его проверну r y нажимаю а теперь нажимаю с x сейчас видите масштабирую по глобальным координатам x 2 1 x нажимаю уже по его локальным координатам да этот объект масштабируем вот как замечательно для начала если у вас туго пойдет вы можете это просто перекладывать вот тут global local все для начала вы можете вообще это вы потом у так сделаете все эти манипуляторы уберете а сначала вы можете выбирать тут манипуляторы да то есть перемещение вращение возможно вам будет так легче да и это масштабирование а можете зажать shift и вообще их все три включить может вам так и вообще будет удобно вы можете и масштабировать и сразу перемещать и сразу возвращать о молодец именно как раз во время но вот видите как хорошо что я все записываю так то есть с этим чуть-чуть разобрались теперь следующее что я говорил это нам надо перейти меню настроек так поздоровайся потом сейчас пожалуйста да переходим в меню настроек файл user preference вот первое что надо ну я вам по крайней мере так рекомендую до поставить вот эти в галочки в соответствии с этим у вас она вот это не будет снято и это очень плохо у вас не будет включаться убираться вернее автоперспектива но перспективу вернее вы будете когда переключаться сверху слева справа там у вас будет перспективный вид а он не точный да положи ты свой телефон ты видишь ты тоже такой наркоман вот это в зависимости сигарета телефон вы вот ну вы все вы привязаны к этому капец вас это должно вообще напрягать что вы не можете отказаться от телефона на один час вот то есть зависимость маленькая то есть вы уже страдаете вам немножко надо это вот видите пропустили файл user preference вот это настройки в совету короче дамы их вот так эти включаем у тут кстати вид что еще удобно в блендере что вы можете отмасштабировать интерфейс вот у меня ноутбук экран маленький поэтому я поставил скейл на 0 8 по умолчанию один и вот такое да но я вижу как бы и при 0 8 могу отскелить еще меньше да если кому-то видно можно и так попользоваться то есть опять же это такая удобная штука я себе так сделал дальше аддоны пока не трогаем переходим в систему включаем регион оверлап это чтобы вот эти не сдвигали вот эти вот как бы боковые панельки не сдвигали наш viewport если я его уберу видите и теперь прячу у меня и viewport есть а они тебе просто теперь сделаны полупрозрачные перекрываются видите вот это хорошо дальше у вас вообще вот этой галочки не будет стоять советую в этом с английским хорошо знакомы не очень да вы можете включить tooltip и у вас будут переведены все подсказки до всплываешь и можете нажать интерфейс вам вас интерфейс русский станет можете выбрать украинский французский какой хотите языков тут достаточно но интерфейс его я не советую вам переводить вот дальше если у вас есть хорошая видеокарта и поджи форса какого-то доску до ядра его вообще несказанно повезло там будете рендерить практически в реальном времени все вот у вас тогда тут кое-что появится geforce там да а в вообще четко а и если там скачать ну это сейчас я вам дал блендер 279 релиз кандидат в реле уже когда будет релиз у вас можно будет рендерить одновременно и видеокарты и процессором вот так теперь чё там поехали дальше так тут ну вот эти вот галочки что есть вот поставили дальше вы можете себе а тут в пресса так по выбирать тему у меня по моему тема норм скажись стоит ну вы поклацаете в общем а потом если вы там горячие клавиши подзабыли есть input и вот тут они назначены практически на все да там окно и вот все написано что когда будет вызываться их можно переназначать но не советую да тоже все он горячие клавиши в блендере практически на все назначены так ну главная ваша задача вот это на чтобы вот эти галочки точно также стояли тогда у нас будет все одинаково и теперь поехали вы можете перейти к режиму вот тут квад view как в максе типа да вид сверху там где там сверху спереди а вот это перспективный вид и райт и видите тут орта написано ортографический то есть без искажений понимаете что такое перспектива до точки как но схождение окруж смотрите в какую-то точку и такие были а тут без искажений но смотрите так ну я таким видом не пользуюсь мне в максе хватило этого вот видите сейчас перспективный вид вот видите искажение у нас сетка уходит туда и там где-то есть . перспективы да то есть у таких линии можно провести и вот туда она сходится вся эта перспектива если я нажму пятерочку на цифровой клавиатуре видите появился ортографический то есть без искажений вот и так и теперь наши виды когда я нажимаю семерку я перехожу дать я это все уберу нажимаем так 6 курсов центр shift и добавим опять мартышку можно мартышку сгладить вот она быстро перейти в режим сверху вид сверху нажал семерку но видите numpad на цифровой клавиатуре если вы просто циферку 7 вы перейдете на седьмой слой понимаете а тут именно numpad и главное еще что ваш курсору тут не находился в момент нажатия если будете нажимать видите ничего не происходит а вот тут будете нажимать будете переключать эти виды и вот все работает все работает быстро семерка на цифровой вид сверху control 7 вид снизу единичка вид спереди control единичка сзади тройка у нас справа control тройка слева можете четверку шестерку нажимать даю так прокручивать также восьмерку двойку и 5 это сделать ортографический перспективный вид вот с любого вида колесико удерживайте ну нажимаете колесико мыши покрутили перешли из вида да теперь чё там а бывают такие моменты когда вы там наплодили кучу элементов вот что-то вы делаете хотите работать с этой мартышкой но другие мартышки вам мешают да для этого есть ну можно конечно тут глазики поклацать или а еще давайте сразу спрятать до объекты часто их на будет прятать ну первое это лучше войти в изолированный режим это нажать слышно цифровой клавиатуре видите у нас теперь мартышка 1 повторно нажимаем слэш они опять все появились любую выбирая слышно жал я работаю с ней вот нажимаем так для теперь любой объект быстренько приблизить нажимаем точку на цифровой клавиатуре вот он подъезжает в центр экрана вот теперь есть такие моменты когда их на спрятать то есть зажечь глазики то для этого тоже есть горячие клавиши нажимаем клавишу h видите потух выделенный объект нажимаю alt h я показываю все ну могу вот h видите h прятать его и прячется alt h показать все например выделяю вот этот объект нажимаю shift h спрятал все кроме выделенного поняли опять alt h показал все вот если я ну и все shift h спрятать не выделено а спрятать выделено alt h показать все поняли вот 0 это вид из камеры без камеры ничего не отрендерите камеру нужно будет настраивать об этом чуть позже потом горячие клавиши которые вам еще понадобятся это клавиша shift d это копирование операция да вот я скопировал объект а клавиша shift r это повторить операцию последнюю вот и можно это нажимать а есть еще клавиша alt d тогда я с что происходит тут давайте опять я выделю все удалю сезон сезон и смотрите на вот это тот момент дело вот сейчас кубы нажимаю shift d до копируете повторю операцию видите видите да как получилось убираем а теперь нажимаю alt d а не то хотел показать сейчас shift d вот так и повторю операцию у нас есть контейнер даю контейнеру присваиваться имена а теперь заходим в контейнер и видим что данные куб 08 данные куб 09 010 удаляю их теперь сейчас посмотрим когда я делаю alt d тоже имена контейнером ну как их разные присваиваться а если вы зайдете в данные то вы увидите что данные у всех одни и те же и что это значит а это значит если я зайду редактировать один куб будут изменяться все думаю понятно да прете потом как говорил один там физик в духовке дойдет вот и а и ну как бы сейчас наша практика это создание табуретки да вот мы берем нажимаем shift из чего вы всегда есть примитивы вы любой в принципе в жизни объект можете описать каким-то примитивом да это там куб цилиндр шар плоскость правильно вот мы делаем табуретку мы возьмем куб так я вот эти курсоры спрячу оставлю один перехожу единичку нажимаю вид фронт нажимаю точку вот он подъехал ко мне поближе теперь нажимаю с по оси z видите я с плюсом зажал колесико покрутил вижу да это как бы верхушка табурета теперь мне надо сделать ножки не обязательно как бы плодить новый куб правильно я могу нажать shift д shift д кстати эта операция как бы можно ее описать так это копировать и переместить то есть в момент когда вы нажимаете shift д вы уже скопировали но если вам перемещать не нужно вы нажимаете правую кнопку мыши у вас отменилось перемещение но копия вот видите в аутлайнере это видно она создалась и сейчас скоро у нас объект в объекте например если я кстати его уменьшу я его не вижу да в какой бы вид я не перешел и что с этим будем делать правильно нажмем отведите еще viewport шейдинг такая штучка есть это то есть как мы будем объекты видеть в нашем вот этом viewport и мы если включим wireframe решетку да то есть мы видим эти объекты решетками теперь мы нормально с ней можем работать и мы будем очень часто переключаться между режимами wireframe и solid и поэтому есть клавиша z до для быстрого переключения кстати теперь я например выделил вот этот объект нажму alt с да то есть отменю все масштабирование и вот он опять стал кубом вот перейду могу и тут сделать например нажимаю с и shift z исключаю ось да и делаю как бы ножку сделал так ее посмотрел ага перетащу ее нажимаю гей перетаску а теперь перейду на вид сверху потому как тут удобнее не старайтесь модели все в перспективном виде вы будете поначалу делать все криво косо а вот тут вы когда переключаете ортографические виды у вас все как раз получится переношу например ножку возьму сделал s shift z да то есть по в плоскости чуть-чуть увеличу а по высоте не трогать теперь нажимаю shift d и x то есть я скопировал и перемещаю по оси x вот переместил с shift он выделяет два объекта опять shift d и y нажимаю перемещу сюда например перейду в какой-то вид вот эту палку беру нажимаю shift d r y 90 я и скопировал и перевернул на 90 градусов по оси не поняли вот теперь я нажимаю s и shift x я ее уменьшаю но только не по иксу а теперь ну перейду лучше на вид сверху z нажму где-то сюда в центр куда-то да так передвинул нажимая s по оси x масштабирую теперь нажму shift d по оси y вот сюда и перенесу так посмотрим они что-то высоко и низковато до подвинем их чуть повыше переходим вид сверху нажимая shift d r уже когда вы в каком-то виде еще что важно ортографическом вы можете уже не указывать вокруг какой оси вертеться да вот и я тут shift d r нажал же да и пишу 90 и покрутил эти 8 вот он получился табурет теперь я его выделяю и как бы ставлю от на плоскость нулевые координаты нет отлично удобно и теперь нам нужен пол куда-то тень должна падать я добавлю play нажму с и сделаю его больше вот получился табурет дальше я зажимаю shift включаю камеру лампочку нажимая 0 и перехожу вид из камеры я увижу что теперь у меня от рендерится теперь с еще plain сделаю больше например кстати рендерить и рендерить нужно будет часто и вы это ваше такое первое задание суперская вы же мне тоже будете слать картинки они blend файлы правильно кстати сохранять любой 3d редактор и 3d редактор падает часто да когда те моменты когда вам это не нужно поэтому сохраняйте всегда сейф и выбирайте там рабочий стол вот blend файл у вас будет сохраняться а картинки сохраняются по-другому ну давайте сейчас камера камеру легче всего вам будет нажать меню view lock camera to view то есть заблокировать относительно вида и вы просто перемещая вид выбираете себе там ракурс в котором вы будете рендерить этот стульчик также вы можете выставить этот resolution это та картинка которая будет получаться и есть снизу такой пунктик 50 процентов да то есть от вот этого разрешения будет рендериться только 50 процентов а то есть в два раза меньше вот например если я сделал 1000 на 1000 то получу картинку 500 на 500 поняли вот но сейчас приближу вот так есть и теперь я снимаю и все колесико зажал и вышел а камера осталось как я ее на 100 теперь например возьму вот эту лампочку сделаю shift d и скопирую еще перейду в настройки лампочки что я тут сделаю сделаю сэмплов количество пока я не буду объяснять что это такое 6 штук софт сайз вот здесь сделаю 3 и тут цвет немного голубоватый возьму вот эту лампочку тоже 6 тут 2 и свет сделаем немножко желтого теперь перейдем в настройки мира пока что ничего не делаем я сейчас нажимаю вот тут клавишу render вот и у нас отрендерился наш стул мы видим как то его тут слишком темно потому что у нас по умолчанию не включена как бы трассировка лучей наш лучик бежит бежит уперся от что-то и потух да то есть он не отражается никак а мы вот галочкой вот тут включим ambient окружен и у нас лучики начнут отскакивать и отражаться переотражаться опять беру рендерю и видим стульчик выглядит уже по-другому но шумы видите шумов много чтобы их убрать у нас есть вот видите сэмплс вот тут клацаем короче 12 поставим опять у нас время рендера увеличится но будет все четенько в 12-12 что брендер из этого вида escape и вышли в любой непонятной ситуации нажимаем escape f12 опять рендере да вот если мы хотим сохранить вот эту картинку не надо мне скриншоты делать вы тоже любители рендерите картинку потом скрин зачем вы так страдаете кстати еще скрин как-то делаете в блендере можете сделать мэйк скринкаст это записать видео или сейф скриншот можно так сделать но вообще тут в менюшке image есть сейф ас и ночь сохранить как изображение или видите горячая клавиша f3 сохраняете это опять рабочий стол и это ваша т.с. класс ведь она формате png все хорошо пусть так и остается на рабочий стол смотрите вот он наша табуретка да то есть ваше супер задание которое да окей хорошо все видео останавливаем в общем за работу я надеюсь вы эти 48 минут нормально переварить